приветствую вас мои дорогие друзья сегодня мы решили так в небольшой неформальной атмосфере наконец-то собраться с гексаном привет здарова здарова да то мы до этого все сидели на официальных трансляциях знали даже не поговорить нормально там про члены не пошутить вот это все и гачи в конце концов не гачи само собой не обсудить вот и надо надо решил я что пора время свободное выдалось пообсуждать много чего можно рассказывать особенно патч вышел куча всяких новостей за прошедшую неделю и само собой мы решили собраться вместе и вот такие вот устроить приколы вместе вместе вдвоем в разных городах пока ну там как пойдет да по сравнению с этим развитием событий и накитали для вас несколько новостей естественно которые можно обсудить на вы это можете все приятно послушать и быть в курсе всегда событий всех самых интересных самых важных в нашем освещении какие-то возможно ремарки у тебя есть сразу вот сходу так вкинуть сразу вкинуть но вот ты мне транслируешь экран да и что стабильно в доте так это баги от них никуда не деться и вот свежий баг при котором меняется время игры за дисконнекта сервера вот это интересный момент я думаю тут можно даже ставить видосик потому что на словах это сложно объяснить но хороший пример привел если вы смотрели но если вы смотрели жошу голден винт главный злодей диабло по моему я не помню его диабло кажется звали он вырезал время вот и здесь вот и тема в том что новый баг если дисконнект сервером происходит у вас может вырисоваться время было допустим на 39.00 стал 39.40 внезапно все соперники которые сидели в таверне реснулись и вам снова их надо убивать а вы такие ну здорово заметил этот баг леброн наш старый добрый знакомый из состава ancient tribe сейчас и пока это не происходило я так понимаю прямо на официальном тир-1 тир-2 даже матче и как будто бы никто ну ладно было и было но вот сам факт что это все таки в официалке было это я так понял какой-то какие-то квал или что-то подобное и что там вообще за герои может быть дело в каком-то герое как это может быть раз уж мы ищем злодея то нужно его определить ну слушай герой раз герой форион морфлинг форион морфлинг спирит брейкер дэс профит а спирит брейкер спирит брейкер он же там между мирами перемещается реально так а во втором спирит брейкера как будто бы нет фаеры снайперы всевозможные есть эмбер тоже такой вот войд спирит бы подошел надеюсь видимо с еще до с героями немножко не связано так что не совсем понятно но в общем если вы убили всю команду у них на таймере 40 секунд и произошел этот баг с дисконнектом вы будете очень не рады поэтому если можно буст придумать умели же там сервера ронять то есть у тебя смотрю тебя вся команда в таверне вместо того чтобы байбеки нажимать ты просто роняешь сервер и у тебя минус 40 секунд получается на таймере имба это возможно а возможно вас трон упадет просто в этот момент тут надо тут дисконнект с сервером да не факт что сервер упал просто кита произошли штуки непонятная которые вот известны только вал вероятно и эта проблема вообще может стать весьма ощутимый если так случится ну сейвов нет то есть да что делать как откатить эти 40 секунд обратно не ясно и может быть болезненно в общем но это хороший вопрос вот что делать если это произойдет в официалке а то есть как это засчитывать вы стоите на базе 40 секунд и ничего не делаете пожалуйста у вас еще таймер не пошел вы как будто на лане скорее всего такого просто не может быть вот просто на лане такого не может быть только в онлайне то есть если вот на каком-то крупном лане это онлайн турнире тогда да ну кстати вот мы можем с тобой уже от темы бага перейти крупным турниром которые анонсировали это кстати супер хэпово правильно отметил что крупных турниров будет очень много вот раньше нас кормили только валв а тут внезапно и сл вспомнили что у них есть дремлига и они бахнули они бахнули сразу два сезона но анонсировали а еще новый ряд мастерс и 17 миллионов долларов будут разыгрывать это сумма это суммарно да и как будто бы меньше чем интернешнл но сам факт что такие призовые уже начали сыпаться в доту спустя сколько шейхи шейхи это все а бараки бараки но бараки помнишь это же статуи говорили чтобы это это вам за бараки вберите а понял статус но значит бараки получается построит тоже расстроит шейхи хорошо будем надеяться что шейхи ну слушай пока они не ошибались будем честны аниме огонь турики новые сезоны вот эти дремлига и там тайминги весьма удобные должны быть потому что вот я вижу апрель 9 23 дремлига 1 сезон 19 который будет то есть уже dpc по идее заканчивается 1 апреля у вас есть неделька отдохнуть там внезапно выходит почти 33 и мы смотрим дремлигу уже на новом патче не слушай кстати по поводу патча вообще по моему он 24 апреля то есть они прям четко подобрали закан 23 у них финал а 24 выходит патч то есть они проведут этот сезон вот чисто на одном патче и потом уже выйдет патч патч должен выйти после второго дивизиона ну по крайней мере такая инфа ходила ну инфа ходила что он должен выйти в марте да поэтому он вышел до справедливо не поспорить какой-то патч все-таки вышел ну да ну и ему это тоже вышло так что целом нельзя упрекнуть команду вальв что они прям ничего не сделали мэрту правда не я не так понимаю мой коллега не успели попробовать поэтому сказать про нее особо ничего не можем ну ее больно можем сказать что либо она не сыграть нереально просто то есть не хочется фп шить либо она просто в бане и все я под в тестовом лобби чисто покликал посмотрел прикольно герои знаешь не из доты как будто ну то есть по как-то по механикам не сильно доту напоминает и не знаю какой-то другую типа ход со знаешь больше герой вот по не то что по лору а именно по внешнему виду она сразу как будто уже в аркане потом вот по обилкам это вот реально ход с какой-то ну да но прикольно мне на самом деле нравится что новые механики вводят то есть потому что мы уже привыкли к этому и тому же и его дотеры плачут что хотят нового но вот вам пожалуйста что-то новое и это всегда радует поэтому эрту прикольно что появилось осталось ее забалансить потому что винрейт у нее там катастрофически низкий катастрофически низкий да у нее 44 процента по моему винрейт что такое но для нового героя это прям непривычно окей будем будем смотреть что с ней придумают делать она вообще мне показалось мега имбой сам вот из того что из всего что кликал это что ее пассивка срабатывает от днаев да это прикольная тема и по и это это же ну супер сильно на счету у тебя постоянно дилемма тебе либо дына и либо восхитить а эта вещь она может там процент на первых уровнях конечно не самый большой 20 по моему 20 да но тем не менее ты можешь ладовит восхитчу и тебе кстати они не знают по моему не дына и если ты восхитишь второй выстрел не может в дына и улететь но если ты не не как вообще но если дына и что она может за вас хитить поэтому здесь можно уже пытаться вот на этом сыграть будет и залить своего соперника на линии естественно мне больше интересно больше ли радиус вот этого выстрела чем дальность твой атаки но типа вот это я не тестил потому что знаешь как это в доте бывает когда милишники там на три стороны бьют вот это вот все и если это работает то это знаешь противник убегает ты просто начинаешь стрелять в крипа и у тебя тычки летят у врага то есть вот такой момент я представляю да вообще у них первая белка может очень неплохо догонять я еще первая норм да я еще и сначала не заметил она деревьев тоже рикошетит это же да 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 это next level реально очень много завязок на деревьев деревья постоянно по всей карте куда-то бежишь да можно отрикошетить от дерева и заставить персонажа убегать если за тобой погоня имба сидишь отдыхаешь там дерева выстрелился перед собой выстрелил пуля развернулась и пацанов прогнала хайп согласен ну давай вернемся от морта отойдем вернемся до к турнирам а вот мы с тобой последний раз вместе комментировали в августе там какой-то турнир в таиланде был я помню это вот как раз не и вот этот вот не от этих же ребята был турнир нет ряд мастерс это там было другое мы комментировали в таиланде да что-то таиланд там был там еще музыкальные паузы были прикольные там какие-то инди группы приглашать приглашать приглашали было прикольно да но там тоже это свое будто бы одноразовое я вот сейчас тоже сходу не вспомнил что за товарищи были но это не это не шейхи кажется возможно шейхи местного разлива что-то привернули потому что для молодежи устроить решили так или иначе но сейчас с талонами талоны топ-3 я мажора кстати покчем да это неожиданно вот и с ними может приподнимется к вот южно-азиатская сцена потому что с обычной азиатской сценой там как будто бы все очень грустно с последними новостями что из 45 игроков забанили за все возможное из китая из юго-восточной азии в том числе ом уходит соревновательной сцены это вообще как вот это как если нави уйдут сейчас просто из дота скажет все мы не игрались ребят но они же планировали кстати но они рассчитывали что если пак чемп ну второй состав их как теперь уже точно достоверно известно что это их второй состав если бы пак чем-то не прошли в первый дивизион то они бы забили бы на доту но у них вот эти уже они окончательно сказали как выложили на стол свои станика трет ребят мы конечно любим дотку но мы пойдем другой раз возможно видимся возможно в других дисциплинах что-то еще получится но титан который из первого интернешнала постоянно где-то светился где-то в топе а где-то не в топе то и хом больше нож не вернуться конечно как-то еще потому что вот фнатик допустим они вернулись они ушли ненадолго так посидели такие ладно мне понятно с ними дать что-то чё к чему не совсем понятно знаешь что еще интересно по поводу фнатик там же просто зарегистрировали состав на квалы но не анонсировано это оригинальный фнатик или нет так что может быть это просто какие-то фанаты там решили зарегаться под тегом фнатик потому что ну получается теперь-то так не занят в доте правильно значит его можно использовать ну вот таким образом возможно кто-то решил себе в дальнейшем обеспечить денежку ну мол фнатик захотят вернуться пожалуйста покупать это знаешь как сайты если там какая-то организация не успевает продлить домен себе кто-то быстро шустрый выкупает и потом просит деньги за то чтобы у него забрали этот домен так что может быть тут такая же тема мама я успешный бизнесмен я да 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 ну название до теги ну ладно посмотрим что получится на теке ну ладно играть там свой дот без без проблем мы новый так придумаем там фнатик и анкриш такое ну да целом вообще не проблема там же сейчас тоже инвиктус гейминг куча всяких подмастерий скажем так поэтому и у их он тоже ведь было много но видимо все наигрались и вот этот вот бан что и home получила бан и найтс получили бан или из марта 45 киберспортсменов что вообще что осталось от китайской доты есть что то же за что можно зацепиться потому что последние выступления конкретно азиатского региона если мы не берем юго восточную азию это это катастрофа на китай первый регион который с мажора вылетел полные полностью команды две команды из китая и холм и найтс они заняли последние строчки на мажоре в группах но про найтс много слухов ходила если ты слышал там и и вот их и холл резерс по словам да 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 много кто обвинял потому что инфы но это знаешь классика все все знают но вот без доказательств не знания нельзя такие вещи ну вот кидать обвинения потому что если у тебя нет доказательства твои слова ничего не стоят балом плане логично ну да да то есть я могу сказать что ты 322 шишна при комментировании но это ничего во первых этого не может быть а во вторых но у меня доказательств нет вдруг ты все-таки этим занимаешься мы сегодня шутили кстати на трансляции интересная история что у них сетка на и пульзе у кого формируется в открытых квалификациях дпс и у меня же старый аккаунт с и пульза и он старый стримерский аккаунт и у меня есть доступ и ко всем лобби с паролями и с этим я мы уже шутили что я технически могу зайти как бы и без задержки это все смотреть но как будто вы меня могут кикнуть а мы зашли в лобби к дохаку посмотрели не знаю и мне еще знаешь вот мы зашли бы я буквально так посмотрел ага вышел и это была игра после которых команду дисквальту ли я такой так связано ли это с тем что я заглянул в это лобби может быть дохак намошнил что это кто-то подсматривал и заруинил команде киберспортивное будущее но как выяснилось нет как выяснилось нет команда просто забыл зарегистрироваться на сайте dpc и это мем это действительно супер странно то есть это буквально первое что написано в правилах и пульза а правил как мы помним нужно внимательно очень читать особенно если вот мы вспомним историю с evil genius но я думаю они попозже и сумма и да 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 чуть позже об этом так что история вообще о чтении она она полезна но и еще пару слов если сказать про китайский регион помимо двух очевидных lgd астер то есть как будто веры вообще ни в кого нет и хоу да и то lgd знаешь тоже такие какие-то неуверенные что-то вот шира да который у меня вечно ассоциируется с игроком из контер страйка не вызывает как-то доверие не то что доверие а именно веры в них нет прям такой сильный то есть это не те lgd возможно поднатаскают их еще да может быть что-то из них получится я вообще какое вижу будущее для китая если вот ничего не поменяется и вот правило для если вдруг то не знаю да там же правило о том что сколько два часа в неделю можно играть в игры подросткам до 16 или до 18 лет и вот это вот сильно ударило по притоку новых игроков смотри как я вижу либо китай делают какую-то вот супер сильную одну команду если кто-то вот выделит на это деньги я думаю lgd есть такая возможность либо создаются какие-то как пансионаты интернаты вот что такое где вот либо лагеря киберспортивные где вот это ограничение как знаешь зона специальная где этот закон не работает и вот там то есть они там учатся они там живут и вот параллельно еще тренируются играть в доту и там и отборы какие-то то есть там прошло там три месяца как сборы знаешь приехали на сборы три месяца поиграли и отбирают лучших их оставляют такое вот как я не знаю хоть реалити-шоу пили из этого ну вообще может понравится но я думаю что такое должно уже быть хотя вот нашите кучу же фабрики звезд там всякие айдолы прочее визобразие делать это такое делать с киберспортсменами немножко сложнее из этого шоу но мне кажется публика своя будет насколько это окупаем а там уже пусть разбираются все эти менеджеры которые этим занимаются кто шарит да кто шарит мы то че мы так и вас комментатор мы просто я туда языком почесать зашел там 10 просмотров набить на ютубе еще мексик 24 рубля накапала за три хайлайтности да их выведу примерно никогда наверное но тем не менее тем не менее такая опция есть и заканчивая тему с и хоумом и ходом и хоума и за бана и этими всеми банами как думаешь вообще уйдут ли от эти лиги которые знаешь утром там в 2-3 часа по москве там мутные команды куча непонятных никнеймов играют абсолютно рандомно они еще идут вот их как будто бы сейчас не стало и думаешь помогу помогла ли это волна банов или же просто деньги закончились ну слушай она в принципе уже какое-то время этих турниров прям очевидно подставных нет я не знаю с чем это связано честно ну потому что очевидно это приносит деньги заинтересованным людям но почему это прекратилось видимо что-то поменялось именно внутри дота дота научилась там не знаю ботов отслеживать если бот играет например да там же были прям лиги с ботами целые это да там играли не игроки играли боты видимо вот что-то с этим как-то связано потому что игроки уже не торопятся участвовать в таких турнирах и ну как-то доджит их поэтому возможно еще с этим связано просто как-то именно культура выбора турниров выросла что ли то есть не нужно играть каждый турнир подряд сейчас зарплата есть у игроков призовые за dpc имеются вон еще анонсировали там турниры два по миллиону один на 15 миллионов до если поэтому сейчас такой раздолье турниров что вот ну может быть для тер два тер три что-то придумают еще будет тоже неплохо потому что сцена вот про тер два тер три кстати можно как раз и перейти там к скандалу с игроками это интересный момент действительно что ребята на тер два должны вроде как будто бы жить дружно там нормально притираться к друг другу потому что каждый друг друга знает все примерно одни и те же люди и чем как плотнее сообщества тем проще вам общаться с вышестоящими свалов теми же а больше голосов поддержку можно получить и тем не менее каким-то образом они не мига и сигма вайан тилд смогли посраться менеджер не мига там что-то решил подло уйти игрока сигма заломили цену в x2 и пошло поехала то есть знаешь это вот какое-то какая-то санта-барбара вообще из ничего буквально пока 5 как будто чтобы к нам чтобы попасть к нам в первый выпуск подкаста но это кстати умом это мега хайп реально они всех переиграли и вот сейчас мы про них рассказываем но вообще если так подумать у вас других проблем нет ребят у вас конечно сейчас ситуация лучше чем допустим те же не знаю пять лет назад и у вас есть возможность достигать весьма ощутимых высот а при должном скажем так инвестирование времени игроков составов и составов игроков инвестиций тоже издаст циркуляции инвестиций это важно и здесь в результате начало что тут менеджер не мига там я первый раз увидел эту новость извините письмо с извинениями типа извините я там на три часа написал раньше до конца сезона это могло подставить какую-то к свою нашу организацию это все сугубо моя вина а потом отвечает сигма говорит ну вообще-то дело тут не только в деньгах мы просто так назвали типа в два раза больше от нас вовсе не интересовало и а зачем вот к чему это все вам нужно как можно дружнее жить потому что придет любая организация любая команда вместо вас и как бы она она ваше место займет пока вы там вот вы потратили сколько допустим уже ну неделю вот новость вот это 13 это новое вчерашнее но по моему она гораздо позднее было чуть ну дня два назад по моему это где-то сплылом неделю мне кажется уже этому есть а погоди а это же когда трансферное окно открылось точно точно ты правда то есть это где-то неделю назад 5 по моему марта как раз 5 открылась по моему мнение погоди мажор закончился 6 5 с 5 на 6 он закончился вот и значит 6 до 7 марта открылась трансферное окно да то есть вот где-то 6 дней назад это было вот это же в итоге пострадал то кто в итоге то пострадал она все ванне его же на банку посадили я так понял про он перешел он в итоге перешел он сейчас не перешел я просто эту новость в итоге что-то как-то скипнул потому что там вообще вот мне это напомнило историю с гпк когда вот его на банк посадили на год что там тоже какие-то разговорчики были в стимах там в телеграм чеках и в итоге гпк просто на банке сидел и вот я думал что здесь тем же самым закончится история но видимо на тер два все-таки игроки подешевле стоят в организации находятся деньги на то чтобы даже x2 x3 выкупить я думаю там все равно сумму не маленькую могли заломить и по меркам тир-2 знаете это вот я закончу предыдущую мысль придет какая-то арга и пока вот вы тут тратите время на разборки за за одного игрока там одни набрасывают на других там сигма набрасывает не мигу не мига набрасывает на сигму вот игрок тот же афк сидит как ты сказал да на банке придет аргас питью новыми пацанами которых вот она подсмотрит сейчас в открытой квалификации и скажет ну все мы радаха ка сейчас вот и дохак с пацанами придет и займет слот одной из этих команд то есть ну меньше слов больше дела и по факту по факту по факту и возможно эта история все равно полезна потому что кого-то научит ну не общаться в чате с кем попало просто вот ну заигнорит это сообщение или не знаю что еще игрокам вообще по факту игрок да игрок должен сказать я на эти темы не разговаривайте по общайся с менеджером потому что все равно должно все решаться ну по идее да по хорошему все должно через менеджеров решаться они для этого есть у игроков и вообще мы с тобой вот тоже обсуждали что идет к тому киберспорт что у каждого игрока там юристы будут и менеджеры чуть ли не личные потому что вот ну я думаю что тут тема свален то можем ее уже плавно переходить там да к американской теме я давай сейчас же ну есть куча сервисов типа бухгалтер на удаленке да для тинькоу менеджер на удаленке ребята мы вкидываем вам идею стартапа лучшую просто бизнес-идея бесплатно сегодня бесплатно потому что как отметил гексан это реально хороший концепт и скорее всего так и будет что каждому игроку нужен будет кто-то и нанимать ну лично человека который за тобой бегает постоянно это типа супер дорого и для тир-2 сцены не выгодно а условного менеджера на удаленке у которого там в верении несколько игроков с тир-2 сцены где он там пролистывает контракты смотрит ведет всю переписку деловую это имба то есть вам какое-то базовое юридическое образование можно даже и без него там сейчас чат гпт проверит за вас все эти документы кстати кстати пишешь проверить документ на подставу и он тебе так смотри братан так ты уже нашел получается менеджера на удаленке ну не совсем бизнес идея закрыта получается не совсем ну чат гпт может на вопросы отвечать если игрок хочет чисто играть и вообще не париться все-таки как он то но это должно подскажи мне билд на террор блейда и чат гпт говорит радианс покупай и ликвид проигрывают сори а в топ так смотри а сейчас все собирают между прочим да я знаю но тут на тб ну какой радианс на тб ну чё это вообще ну получается не умом да подгорел подгорел и кстати может быть да это шоу знаешь еще один блин мы столько бесплатных идей вам отдадим шоу билд от нейросети пишите какой какой билд мне собрать нейросети видает билд вы с этим билдом играете там мемы какие-то рофрите и записываете выкладываете на youtube и все и вы популярны из а сколько это можно на стрим кстати можно награду на стрим типа билд от нейросети в том числе то есть это столько потенциала у этого мема что действительно можно что угодно вытворять потому что ну это же популярно там нейросеть там угадывает анекдоты советской или что то такое не знаю поэтому серьезно это популярно но почему это же прикольно типа у нейросеть там страшно вырубая не что-то делают непонятно как она как она мыслит вот но вернемся потому что да да шутки шутками про вот эти распри между тир-2 сценами сумыла сумыла кинули на 700 килобачи я так понимаю если я правильно еще не кинули еще не кинули но там новость в том что короче evil genesis когда он там играл ему обещали зарплату там в 20 тысяч долларов и там еще часть акций вот ему дали акции но потом evil genesis а вот в качестве бонуса да при заключении нового контракта ему бонусом дали 400 тысяч ценных бумаг потом evil genesis их выкупает напомнишь кто их вот пик стратегик капитал да 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 и типа там ему новые акции дали их переконвертировали их стало чуточку меньше ну и там они стали обычные ограниченные какие-то привилегированные я честно в акциях не особо шарю но смоил видимо тоже получается сумоил тоже не шарит да ему никто не объяснил а вот адвокат у него что-то там пошаре пошерстил такой опача и в итоге короче его долю решили выкупить но с одним условием что ему там 300 тысяч дают сразу остальную часть игрок получает в течение года тремя равными долями но вот этим мелким шрифтом в контрактах как пишут это будет выплачено когда он закончит свою карьеру киберспортсмена а ему тогда было двадцать двадцать один год ну короче не молод но и не старт то есть ну такой вот среднего сейчас сколько играет 28 лет и нормально еще играют вполне себе дальше так что еще много лет его ждет карьера так и там знаешь мне кажется еще не уточняется он же еще тренера может пойти он же может он же может комментатором там аналитиком пойти а это же все тоже киберспорт и вот как с какого момента считать что он закончил киберспортивную карьеру вообще непонятно а может он такой все я заканчиваю киберспортивную карьеру ему выплачивать он такой пацаны я возвращаюсь comeback comeback легенды да поэтому не знаю вообще эта история. Опять же, важность финансовой грамотности даже здесь. Ты просто пришел в дотку поиграть. Вроде клуб как бы, ну, настроен на том, чтобы ты выигрывал. Ты им выиграл кучу всего. Они такие, а ну, мы эти деньги не заплатим, братан. Sorry. И это вообще жесть. То есть, если даже с такими мировыми знаменитостями такая ерунда происходит. И вот мы возвращаемся опять к Тир-2 сцене. Там на те разборки. Это вообще, ну, этого быть не должно. И надо как-то вот к этому, поэтому надо осведомлять, естественно. Поэтому ставьте лайк, ретвит, жмите всем, рассказывайте. Важно знать, да. Читайте мелкий шрифт обязательно. И не общайтесь в личных сообщениях с менеджерами команд других, да, команд-конкурентов. Над компьютером должно висеть в рамочке. Наш подкаст должен висеть в рамочке. Ну, это очевидно. Но вот сразу под ним должна висеть вот эта вот вывеска, что ну, то, что ты озвучил. В общем. Ладно, что, погнали дальше. Да, и почему важно быть грамотным? Потому что если вот где-то вас опрокинули, посадили на банку, а вы сидите, отдыхаете, а там еще и ПГЛ выдает меньше инвайтов на DPC, на квалификацию закрытую. То есть и твоя команда такая так, ну все, братан, сори, мы с тобой расстаемся. У нас нет, типа, денег, у нас шанс на квалу меньше. То есть это Европа и Северная Америка пока что. Вот. На одну команду меньше. Это как бы вроде бы так, ну, лайтовенько, но опять вспоминаем, какой регион сейчас вообще нулевый, как бы Китай технически, но про них вообще пока ничего нет. У них как было, я так понимаю, четыре слота так и остается. А я тоже так понял, что так и остается. Это очень странно, потому что, не знаю, как будто вообще шесть слотов можно Западной Европе давать, ну я шучу, конечно. Но очевидно, что сейчас Западная Европа прям на пике. И, ну, во-первых, кто выиграл у нас мейджор? Команда из Западной Европы. Кто второе место занял? Команда из Западной Европы. Вот, юго-восточный, точно можно перекинуть один слот с Китая на Юго-восточную Азию? Ну, на топ-3, все, они заслужили еще один слот. Мне кажется, можно было бы им перекинуть. Но, слушай, не мы принимаем эти решения, поэтому, к сожалению, так бы мы, конечно, все в Восточной Европе отдали. Конечно, да, Дахаку в первую очередь слот персонажный. сразу, через квалы вперед в гранд-финал мажора сразу. Финал Интернешнл, само собой. И, ну вот, в Северной Америке то, что инвайд подрезали, как будто бы понятно. То есть, там ситуация, там две команды всего играют. что вам, зачем много слотов, вам и так хватает. И это радует, потому что, если смотреть, допустим, на смежные дисциплины, в моем случае, я еще с Апексом следил, и там на Северную Америку прям супер много слотов, там все хайпят, ууу, Северная Америка, Северная Америка. и был Лан в Лондоне, и был Лан в Лондоне, да, Северная Америка показала себя, потому что на Лан в Лондоне не получила визу ни одна команда из Европы, из, по-моему, Западной Европы. Там Импульс не поехал, с Firebeaver, с Ranchos не поехал, они в Сербию специально переехали, им никому визу в Лондон не выдали, хотя там белорусы, как бы, по-моему, украинцы тоже есть, кстати, то есть всем, кто связан хоть как-то с СНГ, никому визы не выдали, и эта история, что Северная Америка вроде бы сильная, во всех дисциплинах, прям безоговорочно, она, она, как видим, не совсем соответствует действительности, и то, что здесь ПГЛ им подрезают, как бы, ну, это радует, то есть нужно по силе распределять, и здесь нормально. Почему они заодно Западной Европе подрезали одну команду, это уже другой вопрос, но посмотрим, что возможно из-за того, что в открытых квалификациях сейчас ситуация получше, как будто бы... Что там, кстати, по количеству команд? Я вот вообще не слежу сейчас за клалами, потому что, ну, на Южной Америке работаю, плюс еще вот Западную Европу первый дивизион, смотрю, как-то вот опен-квал вообще меня проходят, я, то есть вот так вот больше от тебя что-то узнаю там, и в каких-то новостных пабликах что-то пишут, и все, а так там, ты вот сколько команд, например, зарегалось, ты, по-моему, что сегодня, Юго-Восточную Азию, да, комментируешь? Сегодня... Или Южную Америку? Южную Америку. Нет, Америка была вчера, сегодня была уже Европа. Америка была, по-моему, 80 команд, но там как-то совсем все грустно. Ух. По уровню отыгрыша, а здесь, здесь, во-первых, Абадон Кэрри победил, ваш что? Да, да, да. В квал их. Вот, и команд под сотку тоже. То есть, все... Ну, кстати, вообще так-то неплохое количество. Неплохо, и квал, то есть, ну, хватает. У вас тут не получилось, можно в следующие квалы, три квалы для, открытые для Европы. Я отмечал еще, что радует команда Сузбегистана, то есть, фулл пять игроков Сузбегистана. И не знаю... А что-то я... А как они называются? Я что-то, по-моему, смотрел, когда их открытые квалы, они, по-моему, прошлые играли, которые в декабре были. И фулл команда... Они вроде тоже неплохо сыграли. С Туркменистана. Фулл команда с Туркменистана, она прошла до одной восьмой. Дальше их уже, к сожалению, выбили. Но тем не менее, видим, что регионы подтягиваются. Вот казахи тут Дахаку... Заставили Дахака попотеть чуть-чуть. Тоже ему не пришлось не сладко. И регионы, вот потому что, да, когда вот эта вся вот восточная Европа, там же, да, миллион флагов, допустимые страны, вот перечисляй, не перечисляй. Ну да-да-да, там же добавили еще. Вот, Молдова, тут Таджикистан, Туркменистан, что Иран есть, Узбекистан, Тиргистан, Армения. Вот с Арменией, по-моему, никого не было, Азербайджан есть. И в топе команда с Грузии была, с Туркменистана, казахи, фулл казахи, а вот Украина тоже и русские команды несколько есть. Так что фулл разнообразие в топ-8. И сколько команд, давай быстренько тоже, ну вот 86 статов было из 128. Нормально. Можно глянуть еще, если я быстро найду по Южной Америке. Они у меня, во, тоже есть. Там тоже статов было под 70, там занято. Так что, ну 67. 67, нормально. Так что, ребята, ну тут Перу-Бразилия, скорее всего, да, и все. Да, Перу-Бразилия тут на самом деле не очень много, хотя, вроде бы есть, там, типа Аргентина, вот всех давайте сюда, тут стран еще больше. Но в основном Перу-Бразилия пока, хотя и Лима-Мейджор, казалось бы, да, ребята, давайте, врывайтесь в дотку. Но пока еще не скоро, я так понимаю, мы видим прям фулл, нехорошее слово. полноценное разнообразие между всеми вот регионами, там что-то... Да это же от серверов зависит, типа, если... Да. Ты смотрел же, наверное, историю про, вот как раз таки, Южную Америку, что они же долгое время играли на североамериканских серверах, и поэтому у них там команды особо не появлялись из-за пингов и вот это прочее. Там же, вот играют перуанские команды и бразильские команды, и зачастую, там сервер, первая карта играется на перуанском, вторая на бразильском, а третья монеткой решается. Это же вот, ну, это тоже роляет. И вот если ты из Перу и Бразилии, у тебя преимущество серьезное в виде отсутствия пинга. И это роляет тоже. Поэтому вот стараются организации открываться именно в этих странах. Но про менеджер мы, наверное, говорить не будем, да? Да ладно, он уже прошел, что забыли. Уже достаточно сказали, да. Здесь это нас подводит к тому, что главное отличие, да, киберспорта от обычного спорта, ты там, вы соревнуетесь в равных условиях, это самое главное. Да. А в киберспорте все равно, это где-то ты быстрее на микросекунду кнопку нажал, и это технически от тебя не зависело, это всегда очень-очень обидно. Поэтому ждем больше чего? Больше ланов, естественно. И вот с ланами уже интереснее будет. Опять же, возвращаясь к тому, что ESL подтянулись, ждем за ESL еще. Но они там первые два будут онлайн проходить. То есть, Dream League будет онлайн, а последний... Ну да, да, да. Я слышал, кстати, что они все-таки повезут игроку. Они будут онлайн, но игроки должны находиться где-то в конкретном месте. Да, в Европе, по-моему. Да, по-моему, в Европе. Это немножко должно скостить ситуацию с Пингом, и будем надеяться, что в дальнейшем тоже это не должно стать проблемой, потому что мемы... Самый любимый мем, наверное, мой, когда какая-нибудь команда из Перу появляется, кто без косты, или Thunder Awakened, это постели. Это где фрагменты из Наруто, где один из персонажей сбрасывает с себя гири, или не гири такие, вот в общем обвесы с рук и с ног. А, да-да-да, я понял. Они падают, и там Наруто говорит, и что такого, типа они же не тяжелые, и короче, когда они падают, там взрыв такой, типа на километр, и все такие, в смысле, и он начинает супер быстро двигаться. И когда вот ты играешь с нормальным пингом, ты действительно можешь раскрыться на фул. и это, я надеюсь, да, будет приоритетным вопросом в дальнейшем во всех киберспортивных мероприятиях, дисциплинах, в том числе, потому что, ну вот, реально, чем больше регионов, тем больше талантов, тем больше мы можем увидеть новых идей, которые могут как-то разнообразить, даже, да, вспомнить Тундру, как выигрывала Тундра на Инте, как вот выигрывают Gaming Gladiators, но у них же всегда есть какой-то интересный концепт, за который можно зацепиться. И таких концептов тысяча, но мы их не можем видеть, потому что в регионе там пинг тысяча, и они такие сидят, ну вот, ладно. Все, сегодня. В компьютерных клубах играю там дальше, и все, и что делать. Угу. К слову, о компьютерных клубах ГПК тут рассказал, что наконец-то они собрались на буткемпе, уж не знаю, нормально у них буткемп, или они просто спустились в какой-нибудь свой компьютерный клуб, но вот от кого, от кого в этом сезоне очень сильно ждут от Bad Boom каких-то результатов, потому что на, хоть мы обещали не возвращаться к мейджору, но мейджоры из группы не вышли, как так, да, всех рвали в DPC, что пошло не так, но вот надеемся. в короле онлайна про них же говорят, вот, пока что подтверждают это. Но там же еще они болели, вот, да вот мы сейчас опять начнем и опять к мажору вернемся. Короче, вот, действительно, ждем вот Bad Boom Team, что они снова в онлайне покажут хорошую игру, и в этот раз, что на лане доберутся без проблем, будут все здоровыми, потому что, ну, логично, при высокой температуре у тебя абсолютно другой уровень игры, и ты не можешь показать тот же уровень, который ты играешь, которым ты обычно играешь, вот, так что, да, good luck Bad Boom Team, и можно особенно на лане. Можно вспомнить историю, что я буквально на днях комментировал Hardstone Battlegrounds, там тоже у человека была температура, сидит, сижу, играю 39, и он на отборочных занял 4, топ-1 в Hardstone Battlegrounds, тоже здесь, ему не хватило одного очка, чтобы занять топ-1 суммарно по результатам лобби, и да, температура это реально сосет, ты приезжаешь, только фул, сейчас у меня финальчик, я стану чемпионом, и ты занимаешь второе место из-за того, что, ну, тупо заболел, это, это супер плохо, а что это значит? Это значит, что нужно, как бы, беспокоиться о своем здоровье, о своем иммунитете, то есть, понятное дело, что ты приезжаешь в незнакомую страну, но, к этому можно подготовиться, ведь, заранее, ну, ты не приедешь в страну сильно заранее, потому что там все говорено, сроки, там тебе, Орга говорит, ну, вот мы тебя привезем, там, за пару дней, чтобы проживание сильно долго не вкладываться, тем не менее, это вопрос, мне кажется, на который стоит обратить внимание, потому что, это достаточно часто случается, кто-то заболел, там, чуть ли не каждый турнир, у нас есть кто-то, кто заболел, поэтому, да, вот в боксе ситуация, например, с бокс, слушай, в боксе такое ощущение, что там прям форс-мажор был, и такое сложно, а то, что температура поднялась, это выглядит, как будто просто, что, ну, иммунка слабенькая, то есть, либо наоборот, что-то случилось. Сори, это сейчас звучит, как будто ты рекламной интеграции подводишь вообще. Да, блин, ну, хотелось бы, но пока нет, это просто во мне говорит медицинское образование, на самом деле, так вот, хотелось сказать, что, ну, можно как-то этот вопрос тоже продумывать, то есть, не вы первые заболели во время лана. Да, конечно. Возможно, вести с собой замену, это тоже история, которая отмечалась, что давно пора сделать в доте шесть игроков, там, один сидит постоянно где-то, если что, он быстро может его подменить. Есть тренер, как будто бы, но тренер это не то, то есть, тренер может сесть технически, там, как-то отыграть, но все-таки он должен быть, там, не внезапно этим пятым колесом, перекручиваем его на четвертое, а пятое колесо, что делать с ним, у нас без пятого колеса машина не поедет, и в итоге ты сидишь, у тебя игрок 39 температура, тренер в панике, а запасной игрок мог бы это решить. То есть вот два аспекта. Ну вот аналитик, вот аналитик играл же у Ликвид, и в принципе, ну Джабс играл за ним. Там еще мемно было, что Джабс против Джабс играет. Я сначала, когда первый раз услышал, что будет играть Джабс, я такой думаю, блин, а как потом талоны будут, ну, как потом Ликвиды будут с талонами играть? А потом я новость помнимательнее прочитал, и там, ну, это все-таки их аналитик, поэтому я немножко растерялся, но потом как понял. И да, давай, про медицину поговорили, про здоровье поговорили, так что не болейте, ребята, друзья. Качайте свой иммунитет, потому что, ну, отлететь из-за того, что у вас температура, это супер, это не оправдание, если так подумать. Ну, блин, ну заболел, ну, просто будь здоров, лол. Ну, по факту, что? Это тоже такой, знаешь, интересный момент. Ты никогда не знаешь, от чего ты можешь заразиться. Поэтому я все-таки здесь склоняюсь, что помимо важного вопроса здоровья своих спортсменов, должна заботиться организация, им надо бы пушить идею Valve, что запасной игрок, потому что, ну, вот, очередной мейджор, очередные необходимые замены. Это важно. также можно отменить не только по заменам, не таких наших, не замены во время внезапных событий, а замены в классическом трансферном окне, потому что, вот, опять же, пытаются найти идеальный баланс, постоянно организации всевозможные шафлят кучу игроков. Для меня это, кстати, ну, такой тоже спорный вопрос, потому что мне не понравился роспуск предыдущего состава Bad Boom. Хотелось посмотреть на еще, как ребята сыграют с Дахаком и далее, далее, ну, вот, видим Darksiders, как играют. Там конфликт же был. Там же был конфликт, таки это постоянно, то есть, ну, странно. И тут у нас есть возвращение блудного сына, Соло снова с Рамзесом будет играть. Это, каким это конфликтом может привести, интересно, как долго они продержатся, хотя Hellraiser в этом плане сыграли лучше все-таки, чем Bad Boom чуть-чуть. Да там вообще же на Тоненького было. Там же все решалось Geekslate, Hellraiser. Ну, считается, да, но на Тоненького, на Тоненького Hellraiser. Не, красавцы, что прошли, но, тем не менее, было прям очень на Тоненького и Юраги там вот в нужный момент запотел, потому что, честно, Юраги пока что видят с каким-то нестабильным игроком, ну, как мне, по крайней мере, кажется. Сегодня, например, OG проиграли. С кем же они сегодня играли? Все, мы уже с тобой заговорились, и я уже начинаю плыть. Сегодня они играли, причем я смотрел этот матч, понимаешь? Я вот смотрел, это было часа три назад, да, с Тундрой они играли, вот, и там Тундра что-то, ну, как-то изи, как-то изи. Ну, как будто бы Тундре не стыдно проиграть, чемпионы Интернешнл, все дела. По счету, вроде бы. но при этом-то они не очень хорошо выступили на Мажоле. Тундра рано отлетела. Ой, что ты не говоришь, что у меня Хромакей хавает мою футболку? Ладно, меня не хавает и пойдет. Да, я думал, это такая футболка на самом деле. Я же не в курсе, как у тебя футболка выглядит. Может, это новое дизайнерское решение, но давай особо не будем отвлекаться. Да, уже надо закругляться. Надо потихоньку, заканчивать, мы уже нормально наговорили. Первое впечатление, можно сказать, от стартанувшего DPC сезона. Я вот открытый квал успел посмотреть в Южной Америке. Вот только сегодня посмотрели на стриме квалы Восточной Европы или Западной. Ну, из, короче, Европы, которая, вот, где Дехавы и все остальные. Ну, Восточная, да, Восточная. И, то есть, если Южная Америка там как будто вы, есть вопросики, работают те же самые схемы, сильные команды имеются, но как будто, они прям суперлегко побеждают. То есть, есть жесткий фаворит, остальные так, чувство, пришли покликать. То вот в нашей квале три по шестьдесят играли одну восьмую на секундочку еще. Впереди еще одну четвертую, наверное. Впереди еще одна вторая, впереди еще финал, который влияет на посев. И про сезон, наверное, уже тоже дивизион стартанувший. Про Na'Vi я уже против DarkSide записал видик небольшой, там обсудил их позицию радует, как Na'Vi стартанули. Интересно будет OneMove дальше посмотреть. Конечно, Grand'ы пока не играли, там вот BadBoom, HR, Spirit, VP. Но, тем не менее, такой бодренький старт. Как у тебя? Ты на Южной Америке там что-то посмотрел? Да, я на Южной Америке там что-то посмотрел. На самом деле, вот если про Восточную Европу добавить, то вот эти четыре команды, которые сыграли в первый день, ну, они вот выглядят как четыре команды из низа таблицы, потому что Гидра, если честно, я удивлен, что так плохо сыграли. То есть они, как мне кажется, они должны были побеждать, потому что, ну, вот они, у них снова эта тема, что вот проигрывают, проигрывают. Матчи, которые должны выигрывать, они проигрывают. Но, ладно, у меня, да, у меня что там, Южная Америка, да, в Южной Америке снова та же тема, типа, Бисткоуст, Изи развалили, Тандеры, кстати, неплохо сыграли. Они играли, конечно, против команды второго дивизиона, да, Халли. Да, вот, все та же тема, то есть, я думаю, что в Северной Америке то же самое. То же самое, что вот две команды, которые всех разваливают и все, без шансов. Скорее всего, будет то же самое. Я так понимаю, ты первые два матча смотрел, да, вот Бисткоуст и Тандер. Да, то есть Аллайнс и Ноурунс я не... Ну, поглядывал, то есть там из Ноурунс в Мистер Джинс прикольный чел. Мидер команды Ноурунс так вот чутка поглядывал, но вот прям не смотрел плотненько. Вот. Ну, короче, ничего, ничего. Стартанул только сезон, поэтому команды тоже просыпаются. Это прям видно, это прям видно, особенно по Тандерам. Все они как-то стартуют неуверенно. Хотя, казалось бы, да, команда 2-го дивизиона против них играет, и должны они вот их прям ну, изи, на изи разваливать. Ну, закрыли 2-0, ладно, и на том спасибо, как говорится. Короче, ничего, без сюрпризов пока что. Без сюрпризов, хотя, казалось бы, вот Альянс слотам, должны там что-то сразу бахать жестко, только вошли, ну, большая часть, да, там, 22-й год под конец, двое новеньких появилось, и что, надо отстаивать тоже тег, смотрим, но вот пока ноу-рунс оказались сильнее. Первый матч раскликочный, поэтому, да, наверное, не стоит их сразу уже ругать, как-то, будем дальше смотреть, и, в целом, в общем, регионы пока стартнули, открытий нет, патч этот не сильно что-то там перешатнул, чтобы резко начали аутсайдеры выигрывать, поэтому пока сидим, смотрим, что еще кого из штанин достанут, помимо террорблейда с радиансом, кто-то еще может прибережено, хотя видели мы террорблейда саппорта, поэтому страшные, страшные вещи еще могут твориться, особенно под конец сезона, когда нужно кому-то добрать свои заветные там пару поинтов, а кому-то уже наплевать абсолютно, а не просто в дону. Абисом, митер, хаммер, давайте, ребята, я очень жду, я очень жду. Абисом, на ком? На всех? Просто пять митерсанажей? Да, на любом вообще, героем, на любом, абсолютно на любом. Ну, естественно, желательно, чтобы у тебя был свой стан, типа, ты подкопал, там, например, подошел, дал аджу, про Сент-Кинга говоришь сейчас, да? Ну, тип да, тип да, тип да. Хорошо. Уже мем, уже мем прижился, да. Ну что, ждем команду из пяти Абисом, блейдов и пяти Митер Хаммеров. Митер Хаммер действительно завидной чистотой стал появляться, патч его в этом плане очень сильно бустанул, Радиенс тоже сейчас в каждом, в каждой игре практически есть. Так что, хоть и микропатч, но есть, скажем так, весомые извинения, которые потянут за собой, вот эти предметы потянут за собой новых персонажей, и эти персонажи немножко подтянут новую мету, и, вероятно, ко второй неделе ДПС, которая вот там 19 марта здесь стартует в Южной Америке, ну, в общем, под конец марта, там уже могут быть какие-то внезапные перевороты событий, там еще может что-то подфиксят вновь валвы, потому что им не понравится, что все старые радианцы собирать, хотя казалось бы, да, что может пойти не так, мы сделаем дешевле, типа, радианцы на 350 золотых, типа, наш броню на 1 и 350 золотых, нигде не щелкает у них, там, так быстро, так сильно все менять, но, видимо, нет. Ну, я думаю, обсудили все, что хотели, да? Да, в целом вроде все, да, что я хотел рассказать, как бы, ребят, не болейте, качайте свой иммунитет, чтобы на мажоре показывать топ-1, капитанам команд, ну, менеджерам команд, пушить шестой, шестой слот для игрока, это, конечно, дополнительные расходы, но обезопасит вас от, вот, возможных таких нюансов, где у вас внезапно, это, конечно, можно развить, потому что, ну, а кого, если заболеет мидер, а у меня пятый, а у меня запасной, типа, пятерка, что ему делать? Так вот в этом и проблема, понимаешь? То есть, в Counter-Strike запасного игрока-то попроще, а в Dota тебе, получается, фулл состав нужно иметь запасной или что? и тут, короче, можно вспомнить мой опыт с Mobile Legends, который я кастил, и там, типа, у них, у организации 30 человек, ну, или сколько-то, в общем, очень много, там чуть ли не два раза можно поменять каждый слот, ну, у них, возможно, они по 100 долларов платят в месяц, или что, я не понимаю, я не знаю, как там это организовано, но, в общем, я думаю, есть чему получиться у Dota, для Dota, у Mobile Legends, состав, может, действительно, по 100 долларов платить, что они там играют, ну, заболел, ну, все, вместо тебя 100 долларов получает твой друг, и, эта тема уже для следующего подкаста, спасибо, друзья, что послушали, с вами был Владимир WD, с вами был Владимир, также Geeksan, давай, какой-нибудь финальный вброс еще напоследок, финальный вброс, подписывайтесь на наши соц.сеточки, ставьте лайки, что там у тебя, Boosty, ты сейчас, да, там раскручиваешь, я Boosty раскручиваю, меня уже 200 рублей пришли, так что на Boosty вот здесь вот подписывайтесь тоже, ребят, ну, от вашего фидбэка зависит, продолжим ли мы эту тему вообще, позовет ли меня еще Вова к себе на подкаст, смотри, ты на Boosty подпишешься, я тебя позову, Изи, а, так это так работает? Конечно, А, ну, кстати, я подпишусь, я напишу, зови снова GeekSan, и все, получается, работает гениально, гениально, со всех аккаунтов подпишусь. Все продумано, вот, спасибо большое, что пришел, надеюсь, естественно, тоже еще увидимся и на турнирах где-нибудь там, да, на International желательно в одной будке, но до этого еще много работы. Вам, друзья, спасибо за прослушивание, услышимся с вами, тут как повезет, вот, поэтому не буду загадывать, подписывайтесь на соцсети, там вся информация есть, спасибо, и пока-пока. Чао.